Им сверху видно всё. Там, где лесниче не пройдёт и внедорожник не промчится, за порядком помогает следить вертолёт. С высоты полкилометра лесные угодья, как на ладони. Пилоты Ми-8 обнаружили делянки, где кто-то незаконно вырубает сосны и ели. Подозрение пола на владельцев нескольких пиларом. В этом цехе, расположенном в деревне Потаповка, обрабатывают кругляк. Возле ангара целый склад. В ходе рейда в Верещагинском районе проверено 7 лесопилок. Документов на свежевырубленную древесину предпринимателей нет, как и разрешение на осуществление лесозаготовительной деятельности. На лесопилках трудились в основном иностранные граждане, спали буквально в паре метров от рабочего места в этой клетушке. Некоторые гастарбайтеры привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания и незаконную трудовую деятельность на территории России. Сейчас отрабатываются те люди, которые были доставлены в связи с возможными нарушениями законодательства Российской Федерации. Мы сегодня в данный момент их проверяем по всем нашим базам, в том числе по пилон, по базам розыска и по ранее совершенным преступлениям не раскрытым. Задержанных ждет депортация на родину в Узбекистан. Только в минувшем году в Пермском крае черные лесорубы причинили ущерб на сумму более 330 миллионов рублей. Объем незаконно срубленной древесины составил почти 50 тысяч кубометров. Зачастую нелегальная вырубка производится с согласия тех, кто должен лес охранять. Есть приговор Вещагинского районного суда по группе, где являясь арендаторами лесов, организатор был исполнительным директором, а соисполнителем, так скажем, был лесник. Всего в ходе рейда составлено 14 протоколов об административной ответственности, но это капля в море. В прикамье по-прежнему действуют десятки неучтенных лесопилок. Андрей Григорьев, Елена Яговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.